в этом видео расскажу как создать статью с помощью нейросети чат gpt и оптимизировать ее по seo чтобы она вошла в топ меня зовут алексей соток я seo специалист из ампиборга ну что приступим первым делом вам надо зайти на сайт чат gpt по такому адресу и проверить доступен ли вам из вашей страны данный сайт если недоступен можно будет активировать прокси я вот использую planet vpn использую подключение франции например но для регистрации потребуется активация через какой-то французский номер телефона или какой-нибудь аккаунт почта google gmail и яндекс они не подходят то есть вам нужно будет регистрировать почтовый ящик на иностранных пачтовых ресурсах и проходить регистрацию соответственно через смс получение смс на иностранный номер телефона это по поводу входа доступа к этой системе для того чтобы создать статью у вас какая-то есть тема которую вы хотите создать то есть вы там вводите поиск яндекса какой-то запрос поисковой и можете найти ссылки которые выходят в топ-10 здесь получается можно скопировать с помощью потенциальных плагинов поисковой выдачу либо с помощью методов кластеризации то есть у вас должен быть какой-то список сайтов лидеров лидеров которые ранжируются по большему числу запросов то есть можно будет получить с помощью кей коллектора либо какие-то другие способов вы должны добрать лучшие страницы то есть я отобрал страницы которые информационные по теме специалист по закупкам статьи эти ссылки мы вбиваем вот можно использовать мой сервис вбиваем данные ссылки здесь можно оставить все по умолчанию ссылочку на сервис я прикреплю в описании нажимаете анализировать и здесь получаете тайтл h1 description то есть метатеги подзаголовки и все это дело вы окружаете в эксельке здесь в самом низу есть кнопочка далее вы получаете скачиваете эксельку в экселе будет представлены тайтл h1 description подзаголовки а также частотность частотный словарь по вхождением в тайтл h1 description и так далее то есть заголовки что нам нужно нужно правильно формировать поисковые запросы в сам чат gpt то есть я вот пишу составь оптимальный заголовок title для статьи из последовательности слов и представляю последовательность слов как получить последовательности у нас получается есть title и можно получить самый частотный пример последовательности у нас есть сервис конечно это не супер генератор текста но с помощью него можно посмотреть какие в title самые популярные последовательности слов можно использовать их для формирования непосредственно этого задания то есть я вот использую плюс мы можем скопировать эти слова то есть мы копируем сюда от слова какой-то блокнот и повторяющиеся слова мы убираем из этого про стандарт но вот в итоге то у меня получается как раз давайте сделаем по-быстрому копки 44 это все убираются так это ну вот меня как раз так и было то есть у вас получается остаются уникальные какие-то слова часто используемые в title и последовательности слов из двух и более слов мы пишем составив оптимальный заголовок title для статьи из последовательности слов и вот закидываем вместе вот так вот все в нейросеть что нам нейросеть говорит она пишет сразу заголовок оптимальный то есть опять она специалист по закупкам то есть она использует все эти слова и формирует уникальный оптимизированный заголовок title содержащие данные причины аналогично мы также пишем хорошо составь оптимальный заголовок h1 до статьи из последовательности слов также берем из таблицы h1 закидываем это в нейросеть ой не нейросеть а маг генератор получаем последовательности слов и какие-то отдельные слова вот делаем закидаем все задание непосредственно нейросеть вот и нейросеть пишет что вот такой оптимальный подзаголовок ой заголовок h1 название страницы далее мы по аналогии пишем составь оптимальный метатег для статьи из последовательности слов тоже перечисляете какие-то отдельные слова частые слова используемые конкурентами в топ-10 и последовательности слов используемые конкурентами в топ-10 и вот нейросеть нам отвечает создает вот такой в принципе нормальный мета описание то есть мы уже получается получили title h1 название страницы и метатег description мета описание страницы хорошо нам нужно вступительный на какое-то начало анонс для статьи тоже пишем пиши анонс для статьи из последовательности слов чтобы получить анонс я использую программу называется ultimate keyword hunter здесь у нас было сгенерированное название h1 мы прямо вбиваем это название в эту программку здесь выбираем google нашу локацию парсим поисковой выдачи то есть google а получается парсится тот инструмент мой он ориентирован получается на яндекс этот инструмент на google здесь анализ и какие-то вот страницы не удастся вам проанализировать нажимаете анализировать парсится контент данных сайтов и вычисляется о последовательности слов в контенте а переходим к результатам здесь выбираем то есть у нас там было 9 результатов берем выше среднего 4 здесь 4 сайта которые на четырех сайтах встречаются и здесь тоже на четырех все что на четырех сайтах встречается то есть у нас вот есть такие из четырех слов последовательности из трех биграммы 3 грамма когда ли нам нужно из трех четырех двух трех четырех слов последовательности из одного мы не используем копируем выделены и вставляем как раз вот анонс сейчас проверим тут уже что-то что-то уже видим поменялось поисковой выдачи но суть в том что мы отправляем пишем чтобы анонс какие-то самые наиболее встречаемые последние слов присутствовали в анонсе то есть поисковая система видеть что в этом самом начале статьи у вас будет наиболее встречаемые конкурентов слова присутствовать в контенте то есть кратковыжим как бы из самых встречаемых слов и что у нас тут как раз пишет нейросетка вот он создает краткое описание то есть мы выставляем там под заголовок дальше у нас нужно сделать структуру блоки то есть разбить контент на несколько блоков и мы разделим то есть задать структуру какую-то из под заголовков и мы разделим соответственно это на блоки как это сделать у у нас есть конкуренты возвращаемся нашу табличку есть под заголовки h2 мы заходим вот блокнот notpad здесь у меня программно разделяется под заголовки вертикальной чертой мы заменяем вертикальную черту на перевод строки у нас получается такой вот список этот список этот список мы закидываем группировщик колокола рекомендую группировщик колокола забиваем сюда под заголовки убираем регион нажимаете сгруппировать получается такая группировка соответственно это один блок вопросов ответим как бы тематически здесь все что выше 2 минут по одному вопросу это уже на ваше рассмотрение но раскрыть темы отвечающие на эти вопросы и вот эти вопросы нужно обязательно то есть у конкурентов есть под заголовки h2 они все если вы делали кластеризацию они сгруппированы по логике по смыслам так далее то есть они раскрывают какую-то тему своих блоков соответственно семантически эти под заголовки разделены вот на два два блока то есть одна тема и вторая тема соответственно что нам нужно сделать мы возвращаем свою нейроидную сеть и мы пишем задание нейросети напиши оптимальный подзаголовок статьи на примере подзаголовков ниже и вставляем вот эти подзаголовки которые вот представлены в группировке клоков то есть просто выделяете вставляете вот и отправляете это в нейросеть вот мы отправили получаем оптимальный подзаголовок то есть подзаголовок h2 мы хорошо пишем напиши текст по этому подзаголовку и вот тут как раз нейросеть пишет пишет и бывает обрывает вам нужно сразу написать продолжить писать текст то есть начинает продолжать писать текст где-то полу вы должны просто понять деятельности требований там и так далее то есть это что-то можно самому скорректировать исполняем в меняем и такой текст если вам мало еще говорить пишет продолжить текст еще продолжу то есть он продолжает продолжает если он начинает там в какие-то уже выводы заключения делать в тексте тоже лучше совершить как финалиться то есть если в целом все в принципе уже как бы тема раскрыта вы можете по тексту это увидеть дальше переходим соответственно ко второму блоку тоже задаем напиши и здесь тоже вот он вам пишет подзаголовок второго блока текста и мы соответственно попросим его написать текст он пишет текст вот принципе и все данные все блоки мы получается можно сводить либо какой-то в блокноте информацию либо там закинуть в word можете проверить на какие-то ошибки все равно какие-то где-то запятые что-то не поставил в эту миру сеть но в целом то есть у нас получается 500 слов знаков с пробелами четыре ну то есть три за четыре тысячи из пробела три с половиной тысячи по моему сервису получается он написал что нужно там побольше конечно текста вот но куда это будет добавляться там уже разбавлена коммерческими блоками и там уже будет вхождение в другие текстовые зоны поэтому нормально будет соответственно вы это все публикуете на сайте и после публикации вам нужно будет отправить страницу на индексацию есть соответственно у меня два сервиса для яндекса и бинга индекс нау тоже приложу к описанию к видео сюда просто вставляете адрес ссылки когда публиковали страницу вашего сайта и сайт можете прям ссылку ставить он здесь парсит домен вот нажимать отправить раз потом бинг яндекс и бинг это там есть какой-то другой аппи который не напрямую в яндекс и напрямую в гугл вот бинг отправляет а там какой-то другой свой аппи общего стандарта вот то есть вы отправили на индексацию когда публиковали есть также для гугла индексатор быстрее здесь отправляете ссылочку вам нужно будет либо ставить ключ сюда либо делегировать вот ваш домен но такой вот сервисный ем и емейл не ставить в качестве владельца тогда у вас будет сразу провязываться индексацию здесь 200 урлов можно то есть не по одному урлу добавлять как мастер сразу 200 и какие результаты после отправки индексации вот то есть буквально то что недавно несколько часов все это добавилось быстро продексировалось вот яндексовской выдачи и по каким-то частотным ключам уже топ-10 в принципе занят даже вот там в топ-100 все это статья должна такая после публикации заверена каким-то экспертом то есть если у вас есть эксперт он должен посмотреть может быть скорректировать такую сгенерированную статью желательно написать что там проверено экспертом так да то таким таким то такой вот специальности это поесть фактор и эти фактор в google и в принципе в индекс тоже там используют факторы ну в общем то есть можно быстро генерировать с помощью нейросети chat gpt какие-то тексты метатеги подзаголовки в принципе все вменяемые нормально читаемые где-то вы не сможете скорректировать если даты что-то какая-то информация там или модель телефон или что-то вышло после двадцать первого года то какая-то информация уже свежая может не отразиться в этом в текстах то есть для вечно зеленых тематик для вечно зеленых вопросов что такое там и так далее если термин не новый какой-то то принципе для генерировки текстов самое то можно использовать также для авито генерации текстов объявлений и рекламных каких-то объявлений то есть принципе возможности большие в этой нейросети главное правильно задавать формулировать вопрос то есть вы должны не просто там напиши мне статью там специалист по какой-то то есть вам ерунду какую-то напишет если вы хотите чтобы были вхождение нужных слов вы должны четко ему говорить использовать такие последности слов такие-то слова и тогда они россия сгенерирует на основе своей базы и используя эти слова сгенерируют нормальные тексты в общем все ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь спасибо большое до свидания